В прошлом году по вине пьяных водителей в Приморском крае погибли 7 несовершеннолетних. Так, в результате столкновения транспортных средств в Шкотовском районе погибла 8-летняя девочка и ее мать. В Михайловском районе погибшему мальчику не исполнилось даже двух месяцев. А в находке погибший летом мальчик должен был пойти во второй класс. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, или невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования о состоянии опьянения, для счета наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Тем не менее, только за последние выходные дни сотрудники госавтоинспекции Приморского края привлекли к ответственности более сотни водителей, управлявших транспортным средством с признаками опьянения. В 12 случаях установлен факт повторности, то есть автомобилист уже был наказан за вождение в нетрезвом состоянии, но это его не остановило. Следует учесть, что за повторное управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление в состоянии опьянения, или за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ответственность уже предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации. Злостного нарушителя, повторно севшего за руль в состоянии опьянения, могут приговорить к лишению свободы на срок до двух лет. Кроме того, предусмотрены обязательные или принудительные работы, а также лишение права заниматься определенной деятельностью. И, конечно, штраф в размере до 300 тысяч рублей. Кроме того, с июня 2022 года в Уголовный кодекс Российской Федерации внесли дополнение, позволяющее конфисковать транспортные средства, принадлежащие обвиняемой и использованы им при совершении преступления. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейды по выявлению водителей на состояние опьянения, которое бывает двух видов – алкогольным и наркотическим. Поэтому первое, на что инспекторы обращают внимание – присутствует ли запах алкоголя. Но если даже его нет, а человек ведет себя странно, то ему дают дунуть в алкотестер. Если же мы его продули, у нас нули, но мы все равно понимаем, что что-то здесь не в порядке, то есть человек потенциально, возможно, находится в состоянии наркотического опьянения, мы его направляем к врачу-наркологу, то есть предлагаем ему пройти медицинское освидетельство на состоянии опьянения. Сотрудники госавтоинспекции профессионально вычисляют водителей в состоянии опьянения, даже если нет запаха алкоголя. И лучше не надеяться, что удастся уйти от ответственности. Важно помнить, что пьяный за рулем – уже преступник.